Давайте начнем с того, что вы вообще знаете об издателях. Кто такие издатели? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Так, хорошо, еще какие варианты? Ну, то есть продвижение игры, что оно в себя включает? Так, а еще есть варианты, что в себя включает вообще цикл, что дают издатели? А какие это компетенции? Отлично, еще варианты. Ладно, хорошо. Собственно, я занимаюсь бизнес-девелкером в Azure Games, до этого я действительно продвигала AAA, собственно, консоли и другие продукты PlayStation на российском рынке, а также занималась киберспортивным направлением. Кто такие Azure Games вообще? Мы международный разработчик и издатель мобильных игр, дата-драйвинг-компания, и в нашем портфолио более 50 проектов. Делаем мы как mid-core шутеры, так и гипер-кэжуал проекты, а также и сейчас активно развиваемся в сторону casual. У нас 5 офисов в 4 странах, мы worldwide publisher, у нас более 200 сотрудников в этих странах, у нас очень много языков локализации, высокий DAO, много установок, и, в общем-то, один из самых наших популярных тайтлов в гипер-казуальных стакбол, может быть, кто-то читал, видел, кто активно следит за новостями игровой индустрии. В общем, как-то вот так вот. И мы активно работаем с App Store и Google Play. Так вот, кто же такой издатель и как он может помочь вашему продукту? Очень часто на разных конференциях я встречаюсь с разработчиками, в том числе с Индией разработчиками, и они говорят, ну зачем мне издатель? Я же могу в self-publishing. Я вот найду человека, который будет лить трафик, и все. И вот, вот я сам издался. Но на самом деле, что такое издание, да, вот сейчас мы с вами это обсудили и поняли, что, в принципе, все понимают, что издание – это продвижение, а что вообще включает в себя это продвижение. Собственно, полный цикл включает в себя, во-первых, оперирование продуктом и аналитику, с которых все, собственно, начинается, локализацию, ASO, support community, монетизацию, user acquisition, креативный отдел, видео production, промо-арт, коммуникацию с платформами. Ну, то есть, вы прекрасно сейчас понимаете, что трафик – это не все. Соответственно, здесь хочется сказать еще о том, что издатель также может помочь вам с инвестициями, что тоже очень важно. Давайте тогда теперь остановимся на каждом отдельно, да, на каждом подпункте, что же такое издание и что оно себя включает. Первоначально издатель вам также может помочь с оперированием продуктом и с аналитикой. Соответственно, это запуск продукта и поддержка вообще его функционирования полного на рынке. Что такое вообще оперирование продуктом? Это как раз про геймдизайн, про какие-то процессы внутренние, про продюсирование, про мету, про то, как это завязано с аналитикой и вообще, насколько важна аналитика. Например, в нашей компании есть как маркетинговая, так и продуктовая аналитика. Все это вместе, естественно, формирует тот самый LiveOps, который помогает, саппортит, в принципе, весь продукт. Почему так важна аналитика? От аналитики, собственно, растут все ноги, уши, руки и все остальное. С помощью аналитики маркетинговой и продуктовой вы, во-первых, сможете правильно видеть, где у вас какие отвалы, как у вас все это происходит, почему, к примеру, у вас на этапе туториала могут отваливаться какие-то конкретные игроки, при том, что вы абсолютно не можете понимать, почему у вас там ваши игроки не задерживаются в игре. Оказывается, у вас там просто в юзер-интерфейсе не учтена какая-то конкретная кнопка, и люди на этапе туториала просто не знают, как выйти и закрывают игру. Ну, то есть, действительно, бывают такие истории, и они не единичные, и, соответственно, именно хороший издатель вам поможет увидеть ваши отвалы, ваши слепые зоны, вообще всю аналитику, так же, как и с маркетингом, какие офферы лучше заходят, для каких стран они заходят. Потому что есть очень много разных историй, которые связаны, например, с той же монетизацией, где куча разных инсайтов. Например, знали ли вы, что в одной из стран Азии число 9 обозначает смерть, и, соответственно, офферы, которые вы предлагаете с числом 9, будут автоматически непривлекательными для жителей этой страны, которая может быть там, да, тир-одина, которая, ну, достаточно высокоплатящая. Соответственно, вся эта база и весь этот наработанный опыт, как правило, есть у хорошего издателя, и поэтому надо обращать на это внимание, да. И, опять же, говоря о каких-то культурных, да, там, ценностях и о культурном наследии, нельзя не сказать о локализации. Часто очень слышу от любых, там, да, инди-разработчиков, особенно на таких фестивалях, как DevGam, White Nights, или еще где-то на любых конференциях о том, что «да у меня же на английском есть». Сейчас что, кто-то не знает английского, ребят, правда не знает. Есть такой тир стран, например, Латинская Америка, да, вот весь Латам, если говорить, там, Мексика, они не знают английского. Ну, то есть у меня был кейс, когда я не могла в Сан-Пауло купить кофе и объяснить на английском что-то человеку, хотя мне просто элементарный капучино, да, нужен был. Соответственно, с игроком очень важно говорить на своем языке, то есть учитывать всю целевую аудиторию. Если вы хотите, чтобы ваша игра была все-таки известна по всему миру, и вы хотите хороший паблишинг, английский – это еще не все. Соответственно, первоочередно вам, в принципе, нужно понимать, для кого вы создаете свою игру, кто ваша целевая аудитория, где вы хотите ее запаблишить, да, где вы там хотите, соответственно, ее размещать, в каких сторах, кто ее игроки. И дальше. Нужно учитывать особенности языков, конечно же, при разработке интерфейса. Все вы, наверное, сталкивались с тем, когда вы заходите, ну, допустим, на любой англоязычный сайт или китайский сайт, да, и просите просто автоматически Google перевести страницу, когда у вас за кнопки вылезает эта бедная локализация, и вот происходит вот это вот, когда начинается просто каша. Такая же каша может смутить игрока. Он видит, что это некрасиво, соответственно, при разработке интерфейса очень важно учитывать локализацию. То есть локализация – это не просто машинный перевод. Почему мы не занимаемся там, да, только машинным переводом? Потому что вот это вот именно культурная какая-то адаптация, адаптация для игрока, чтобы разговаривать с ним на нужном языке, соответственно, должна учитываться в этом во всем. Также определите, какой тип игры вообще вы разрабатываете, да. Мы все знаем, что есть казуальные игры, есть гиперказуальные игры, есть мидкор игры. Куча абсолютно разных игр. Количество текста в этих играх также разнится. Соответственно, вы прекрасно понимаете, наверняка, что в мидкор игре, да, там, игре со сложной метой, со сложными механиками будет намного больше текста и намного больше каких-то вопросов, да, у игрока, который хочет погрузиться, да. Вы, соответственно, будете уже локализовать там и интерфейс, и текстовая бута, и аудио, и графика, да. Если говорить о каких-то не только мобильных, да, конкретно тайтлах, а там консольных, да, историях, мы все знаем там, да, некоторые проблемы с локализацией, которые, в принципе, бывают. И сколько вообще мы сталкивались с такой подобной локализацией, вспомните там, да, нулевые годы. И это действительно большая проблема, которая потом запоминается на долгие годы и несет с собой негативный фидбэк от людей, которые, в принципе, этим занимались. Ну и, конечно, целевая аудитория, надо разговаривать с ней на своем языке. Говоря о локализации и говоря, в принципе, о продвижении мобильных каких-то предложений, мы не можем не говорить об ASO. Что такое ASO? ASO — это тоже то, что вам даст хороший издатель. App Store Optimization. Все мы прекрасно знаем, как выглядит Google Play, все мы знаем, как выглядит App Store, да, но зачастую мы не задумываемся, по какому принципу мы вообще выбираем приложение. Почему мы думаем скачать эту игру, а не другую? Вот по какому вообще принципу вы руководствуетесь, когда вы скачиваете игры? Или по какому принципу вы выбираете игры, например, в мобильных сторах, да, даже в консольных сторах? Вот, допустим, нету сейчас на рынке, там, да, в феврале не выходит никакого крупного тайпа. Как вы будете выбирать игру? По превьюшкам. Все верно. По превьюшкам, по картинкам, по описанию. Соответственно, когда вы заполняете стор, когда вы, в принципе, занимаетесь этим, вы всегда думаете о целевой аудитории. Заполнение вот этих важных вещей, таких как название, короткое описание, ключевые слова, полное описание, графика, абсолютно точно является самым важным для позиционирования именно продукта, для продвижения его в сторе. Соответственно, в чем вообще работа хорошего издателя? Это постоянное тестирование, это АБ-тесты, это смотреть, как заходят определенные скриншоты, иконки, описания, ключевые слова. То есть не каждый там, да, инди-разработчик может себе позволить, опять же, проводить там кучу АБ-тестов и посмотреть, какие иконки лучше заходят, какие заходят хуже. Потому что есть даже некоторая, да, цветовая гамма, может быть, если тут есть люди, которые сталкивались с сортами, да, они прекрасно знают, что есть определенные цвета, которые выбирают чаще, и они чаще привлекают пользователей в сторах, чем какие-то другие цвета. А с учетом, какой вообще большой рынок мобильных приложений, почему должны выбрать именно ваше приложение, именно вашу игру? Конечно же, это надо учитывать, и надо не забывать, по какому принципу игроки, в принципе, ищут игры в сторе. Ну, то есть, если ты ищешь шутер, очень странно, если в вашем описании не будет слова шутер, согласитесь. Вот, допустим, вы хотите найти RPG. Какие ключевые слова вы бы выбрали? Ну, а кроме? Представляешь, сколько вообще в Google Play и App Store ключевых слов RPG? Ну, соответственно, как бы вот этой текстовой графической истории постоянно занимается хороший издатель, и, соответственно, в рамках большой конкуренции надо постоянно мониторить, что тоже, в принципе, ну, на что, в принципе, нет времени зачастую у инди-разработчиков. Переходя, в принципе, к конкурентам, нельзя не сказать про саппорт и комьюнити. Конечно, это тоже важная часть, потому что это то, что будет формировать и задавать тон вашей игры. Очень часто люди заблуждаются и думают, что комьюнити – это моя целевая аудитория. Это не так. Целевая аудитория – это все-таки те, кого вы хотите привлечь, на кого у вас направлено действие. Комьюнити – это те люди, которые уже играют в вашу игру, которые, в принципе, уже соприкасались с вашим продуктом, и в комьюнити больше идет вопрос не имиджа, а репутации. Репутация – это все-таки процесс уже соприкосновения с брендом. Ну, все, наверное, там, поднимите руки, кто играет в Destiny 2, кто знает вообще игру Destiny 2. Ну и как? Любите игру? Комьюнити являетесь? Что думаете об игре? Ну, то есть это как раз тот кейс, когда люди играть продолжают в конкретный тайтл, но ненавидят игру и презирают разработчика, но при этом все равно остаются в игре. Соответственно, здесь очень важный момент, потому что каналы связи, за которые отвечает техподдержка, да, вот на слайде указано, это внутриигровой чат, это обращение на почту и разбор отзывов в сторах. С этим совсем постоянно нужно работать. Более того, это очень тесно связано с непосредственно интерфейсом. То есть если у вас хороший порог входа, есть хороший интерфейс для того, чтобы игрок дал вам фидбэк, вам будет проще собрать баги, и вам будет проще собрать обратную связь. Комьюнити. Соответственно, такой же инструмент по получению багов, информации, в принципе, сбора предложений от игроков. Как улучшить игру, что им нравится, что им не нравится. Вы будете получать конструктивную критику, конечно же, иногда неконструктивную критику, с которой тоже так же важно работать. Все, наверное, из вас сталкивались с тем, что в игре что-то не работает, и вам надо обязательно об этом сообщить по какому-то каналу. И очень важно, чтобы порог входа и этот канал был всегда при вас. Более того, очень важно отвечать своевременно разным пользователям на их запросы. Все мы знаем, что есть постоянные игроки, есть временные игроки, есть какие-то баги, а есть вопрос монетизации. Например, если у игрока был какой-то сбой по платежу, что ему делать? Соответственно, вы должны описать вот этот цикл того, как быстро и насколько важна проблема игрока. Согласитесь, что у человека, которого инди-студия, да, и который считает, что… Ну, что такое издание? Ну, просто трафик можно лить. Ну, то есть рук просто не хватит, потому что даже отдел саппорта и комьюнити предполагает не одни руки между собой. Также можно сюда вписать и сказать о китах, которых также надо поддерживать, и которые также могут являться частью вашего комьюнити. Ну и, конечно, монетизация. Что уж говорить о монетизации, которая будет действительно отличаться, сильно отличаться в гиперказуальных играх, в казуальных играх, в мидкор играх. И здесь, конечно же, нельзя не сказать про то, что именно специалисты и аналитики могут помочь вам правильно монетизировать продукт. Да, вы можете просто лить трафик. Лить трафик и зарабатывать. Но именно хороший издатель вам покажет, где у вас могут быть отвалы, где вы можете заработать больше, что самое важное. Ну и, конечно же, вопрос баланса игры. Тут была хорошая лекция уже про монетизацию и про то, как не дать игрокам сгореть от лутбоксов и позиционирование крупных компаний на тему монетизации. Про электроник артс также мы упоминали. И здесь, конечно, очень много времени надо уделить оперированию и офферам в зависимости от гео. Понятное дело, что у нас есть разные тиры стран. Есть страны с высокой экономикой, есть страны с более низкой экономикой. Соответственно, под каждую надо подобрать свой оптимальный оффер, который можно продать. Ну, наконец-то, мы дошли до трафика. Как обычно все издатели считают софт-паблишинг, да, у кого там, у инди-студий. Сейчас я буду лить трафик, все пойдет хорошо. Собственно, все. Сейчас попрут деньги и как бы все круто. Да, действительно, трафик-менеджеры – это прежде всего люди, которые помогают взаимодействовать с игрой и с приложением. И это просто необходимо для привлечения каких-то новых пользователей, которые, в принципе, будут помогать, привлекать их и даже вводить игру в топы, там, по скачиванию, и не только, да, по скачиванию. Трафик, собственно, работает через различные сетки и правильно тестировать, смотреть каких-то разных партнеров, на что участвуют в Индии. Разработчиков тоже нет ресурсов. И, соответственно, хороший издатель всегда вам поможет, подскажет и протестирует разные гипотезы. Конечно же, все компании, которые проводят издатели, как правило, скалируются, смотрятся по эффективности, они должны окупаться. Ну, то есть, это тоже очень сложный процесс, на который просто иногда инди-разработчику не хватает ресурсов. И поэтому хороший издатель всегда подскажет по тому, что лучше использовать, каким образом, и поможет вам, главное, интегрировать правильно, написать пайплайн, и даст, соответственно, различные тузы для использования собственной сетки. Для того, чтобы правильно работать с юзер-эквизишн, вам также понадобятся креативы. Ну, то есть, для того, чтобы лить трафик, надо, соответственно, что-то показывать. Для того, чтобы, в принципе, что-то показать, здесь и вступает вообще как бы креативный отдел в работу. и сейчас есть такая тенденция, что у гиперказуальных, например, продуктов и у медкорп продуктов креативы сгорают по-разному. То есть, у них срок жизни достаточно разный. Соответственно, постоянная генерация вот этих креативов, которые будут привлекать новых пользователей, важна как никогда. Вот у нас, например, в студии есть отдельные люди, которые сидят и выдумывают креативы, которые действительно будут привлекать новых пользователей, которые их зацепят, и приведут именно нужную целевую аудиторию. Более того, здесь очень важно отслеживать то, что делают конкуренты на рынке, потому что конкурентов, опять же, много, они тоже делают свои креативы, хорошо смотреть тренды, там, вышел новый какой-то мем, быстро поддержать эту волну, сделать что-то такое, что действительно кликбейтное, да, почему пользователь захочет тапнуть и перейти, собственно, в сторо, скачать вашу игру. Соответственно, тем больше загрузок, тем больше возможностей попасть в топ. Вообще, виды креативов, ну, это, конечно, баннеры, это эндкарты, это видео, это плейблы, это гиф-анимация. Соответственно, мы сейчас уходим в сторону даже каких-то интерактивных креативов, да, например, те же плейблы, потому что это действительно намного интереснее для пользователя. вот у нас в студии, чтобы вы понимали, есть отдельный видео, промо, да, отдел, и отдельные ребята, промо-отдел, которые рисуют, а, статические креативы, и, б, делают видеокреативы. Они используются как в АСО, про которое я вам уже да, рассказала, как в, собственно, трафике, так и в различных промо- и видеороликах. Ну, то есть, такой отдел, вот эта полная синергия, помогает промо-отдел, в принципе, помогает продвинуть продукт сразу на нескольких каналах продвижения, таких как АСО и, собственно, трафик. Ну, и промо-какие-то, да, презентации, которые идут на питчинг, соответственно, для платформ, с которыми вы в будущем будете работать. Видео-продакшн, собственно, и промо-арт, они между собой очень будут тесно взаимодействовать, потому что одни, ну, когда издатель действительно в курсе всех проектов, в курсе всех гайдлайнов проекта, в курсе целевой аудитории, он будет чувствовать, как лучше подать этот арт для этой целевой аудитории, да, если у человека там или там у целого отдела есть уже наработанные какие-то продукты, креативы, он знает, что заходит и очень тесно общается, к примеру, с ребятами из АСО и ребятами из юнита UA, то выше потенциально шансы создать то, что действительно приведет новых пользователей, сделает вашу игру успешнее. В принципе, как строится взаимодействие из хорошего издателя и разработчика? Смотрите, первоочередно разработчик знакомится с проектом, начинает понимать его целевую аудиторию, думает о том, как ее правильно запустить, на какие гео, что нужно, да, соответственно, игроку именно в этой целевой аудитории, смотрит, какая там монетизация, да, если у вас уже есть, к примеру, какая-то монетизация, смотрит на то, какие креативы есть. После этого, в зависимости также от жанра, начинается тестирование игры. Ну, то есть, для абсолютно разных проектов важны разные показатели. Допустим, если у вас игра в стиле, там, да, пазл-гейм, допустим, здесь намного важнее, там, retention, на который вы будете обращать внимание, потому что здесь важнее количество уровней, как они завлекают игрока и как они дальше, собственно, будут взаимодействовать, да, если это, там гиперказуальные продукты, будут смотреть на другие метрики, да, если это mid-core продукты, то очень важно тестировать сеттинг, значит, вот эти метрики, там, да, CPI и всего остального играют самую большую роль, собственно, в тестировании. После, когда уже выставлены какие-то KPI, на которые, да, мы ориентируемся, мы анализируем эти результаты и пытаемся понять, что можно улучшить в этой игре, зачем вообще улучшать эту игру, а может быть, это неудачный сеттинг, может быть, очень много уже клонов, да, допустим, подобной игры, это уже не зайдет, лучше эту механику полностью переработать. И после того, когда мы уже выяснили, соответственно, что лучше использовать и как лучше запускать этот проект или не запускать вовсе и переработать и сделать новый, уже тогда обсуждение идет условий сотрудничества и выстраивание каких-то долгосрочных, собственно, long-term условий, да, которые будут интересны и разработчику, и непосредственно самому, ну, самой студии и самому разработчику. Собственно, весь вот этот цикл, да, о котором мы, в принципе, сейчас говорили, вот, это действительно издание продукта. Все-таки игра – это одно, продукт – это другое. Зачастую любые инзи, они создают игру и думают о том, что вот я сейчас сделаю игру, вот я залью трафик и все пойдет. К сожалению, это не так работает. Если мы говорим о полном цикле, об издании продукта, о том, как его, в принципе, и лучше, да, продвинуть, как его лучше позиционировать, ну, зачем зарабатывать меньше, если можно зарабатывать больше, да, хороший издатель действительно вам поможет вывести игру в топ, получить какую-то, промо на ключевых платформах, поможет с АСО, поможет с трафиком, поможет непосредственно с промо, и когда приходят инди-разработчики, говорят, чем лучше издатель, если я могу в селф-паблишинг, приходится вот это вот все, собственно, рассказать, что и как, и что, собственно, умеет хороший издатель. Если вам в будущем, когда-то это будет интересно, и у вас появится продукт, и вы захотите его продвинуть, да, вы можете всегда к нам, например, обратиться, мы помогаем юным разработчикам, и не только юным разработчикам, а тем, кто хочет, в принципе, протестировать свою игру, увидит в ней потенциал, протестировать за, скажем так, своими ресурсами, для вас это совершенно фри. Соответственно, мы можем взять ваш проект как на стадии прототипа, так и на стадии там, да, тестирования альфа, бета, и на стадии релиза. Если вы, к примеру, уже готовый продукт, да, вы его залили в Google, там, Play или App Store, и не понимаете, да, вот у вас есть метрики, а что с ними дальше делать, вы не имеете понятия. Вы также можете написать, вот в данном случае здесь даже моя почта указана, да, и вы можете выслать на ревью мне проект, я обслужу его с паблишинг-командой, и, собственно, тогда мы уже дадим вам обратную связь, начнем какое-то тестирование, подготовим все сервисы, проинтегрируем все, посмотрим на метрики, обсудим с вами, что важно в этом именно тестировании, да, в зависимости от вашего сеттинга, от вашей игры, дадим вам обратную связь после тестирования, посмотрим, что можно доработать, что можно улучшить, да, и в случае, если это необходимо, даже назначим, мы дадим своего там ГД или продюсера, который подтянет там слепые зоны, увидит что-то в аналитике, ну, и непосредственно поможем вам со всем остальным, после этого уже мы заключаем договор, если вы хотите, мы также можем там, да, идеи какой-то, если с цифрами, собственно, есть какие-то конфиденциальные данные, но вот это все цикл, как бы, большой цикл, с которыми работают издатели, и это далеко не одни руки, это далеко не трафик, и далеко не один человек, там, да, в юзер-эквизишн, или тот, кто просто нарисовал иконку, даже иконка в продвижении продукта здесь влияет очень сильно, и мы не можем не говорить об этом, ну, наверное, все, у нас есть время как раз на вопросы и ответы, и если у вас, вы хотите что-то спросить, welcome. Здравствуйте, спасибо за доклад, такой вопрос, издатель делает кучу всякой работы, сколько он за это просит? Смотри, все зависит конкретно от проекта, очень многие вещи зависят именно от жанра проекта, от версии проекта, да, и того, насколько нужно проект дорабатывать. Альфа это, билд это, какое-то обтестирование, все это действительно конкретно обсуждается с разработчиками, ведь разработчики тоже приходят разные. Ну, допустим, проект в стадии бета, условной бета, на взгляд разработчиков. На взгляд разработчиков, вот это ключевое. Это правильно. Давай ты принесешь мне проект, и я тебе скажу, на какой он стадии. Окей. Привет, спасибо за доклад. Представление появилось, что вы делаете, но мне, например, не до конца понятно, вот само действительно взаимодействие. Вот, ну, собрались мы там, наклепали миллион строк, вот оно заработало, вот мы с вами решили связаться, а вы, получается, предоставляете, что своих тестировщиков, которые это все тестируют и дадут фидбэк, или вы это как-то по-другому работаете? Вы что-то материальное в плане документов каких-то посылаете? Или мы становимся частью вашей команды? Как вот это взаимодействие вообще работает, вот полноценно? Ну, смотри, про часть нашей команды, это ты прям очень лонгтерн такой, смотришь в будущее. Изначально у нас есть свой publishing unit, который оценивает проект, говорит на какой он стадии, что нужно доработать, готов ли он к тестированию. Мы, собственно, работаем в большом workspace с Лаком, очень многие, ну, как вот Иннополис работает в Телеграме, да, после ревью дается какая-то обратная связь, после этого уже проходит тестирование, после тестирования заключается договор, как я уже писала, сейчас предыдущий слайд, вот, после этого обсуждаются уже условия, и дальше, в зависимости от того, чего хочет разработчик, мы, конечно же, очень гибкие, и мы не Voodoo, мы не Line Studios, которые, да, многие, наверное, знают систему, по которой ребята работают, ты можешь на сайте загрузить свой проект, и сразу увидеть какие-то метрики, но если он выстреливает, ты очень долго работаешь с этим издателем, да, мы в этом плане очень флекс, и мы готовы слушать разработчика. То есть, а еще такой вопрос, в итоге не получится такого, что вы станете генератором задач для разработчиков просто, то есть все-таки мы оставляем… Ваши консультации. Да, ну и консультации, если вы хотите, конечно, стать частью нашей студии, милости просим, но тут зависимость от того, что вы хотите, и мы относимся к разработчикам, как к своим партнерам, и мы считаем это правильно. Окей, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. А у меня следующий вопрос. Вот с разработчиком вы познакомились, потестировали, заключили договор, все продвижение провели, но что-то не получилось, ну вот не вышло. Или проект, например, ваших ожиданий не оправдывает, вы понимаете, что его выгоднее, например, закрыть, чем продолжать в него вкладывать деньги. То тогда что? Разработчик он… Как он? Просто… Ну, слушай, мы работаем с теми ребятами, которые действительно талантливы. Ты можешь сделать один проект, он не выстрелит. Ну, сеттинг не зашел. Не то время. Но ты вполне себе, возможно, сделаешь эту же игру в другом сеттинге, и он выстрелит. У нас все-таки курс на поиск талантливых разработчиков, а не на… Как большая конвейерная машина проект взял и выкинул. Я имею в виду, этот разработчик, он присоединяется к какой-то вашей команде в любом случае? Нет, как я уже говорила про оперирование, мы просто даем своего человека, своего геймдизайнера или продюсера, который помогает, направляет и курирует. В случае необходимости подсказывает. Также подключаем свою систему аналитики и даем, собственно, всю консультацию по изданию. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. По каким причинам вы можете отказаться от работы с разработчиком, но в ходе, получается, переговоров? Ну, если проект, допустим, некачественный или слабый. Другой вопрос, что мы ориентируемся не столько на проекты, сколько на знания и умения разработчика. Как правило, приходят разработчики, которые даже если, вот, к примеру, бывают ситуации, высылают билд. Главная фича игры, будущая, да, игра гиперказуальная 3D, это красивый визуальный арт. А в билде арта нет. Мы не можем оценить данный продукт, потому что нужно его доработать, чтобы понять, зайдет он или не зайдет. То есть данного билда недостаточно для тестирования. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Такой момент. Вы говорили, что, соответственно, издатель, он не только поддержит, но еще иногда работает в качестве инвестора. Да. Соответственно, вот вопрос конкретно к вам. Соответственно, если, например, к вам прийти с точки зрения, ну, что, нужны деньги, условно, вот так вот. То есть предоставляете ли вы как бы инвестиции, соответственно, в проект и, то есть на каких условиях, то есть и каким требованиям и так далее? Ну, для начала у вас должен быть проект. Ну, это логично, да. Если у вас проект хороший и тестирование проходит успешно, и мы видим, что он потенциально талантливый, интересный, новый на рынке, то, конечно, мы готовы инвестировать. У меня такой, может быть, даже нестандартный вопрос. Какая ваша любимая игра? Моя, Horizon Zero Dawn. А если говорить про мобильную разработку? Про мобильную? Ну, наверное, с последнего артфера. Действительно, это очень хороший тайтл, который очень грамотно сделан. Спасибо за ответ. Спасибо. Такой вопрос. Ты рассказала, как паблишер облегчает жизнь разработчикам. Спасибо за это. А есть какие-то случаи, когда ты можешь посмотреть на проект, сказать, ребят, вы классные, вам паблишер не нужен вообще, сами справитесь? Наверное, таких кейсов нет, потому что люди, которым паблишер не нужен, ну, да, там, разработчики, они уже имеют большую студию и свою экосистему. То есть здесь студия конкретно уже понимает сама, что она хочет стать паблишером, но при этом у нее есть действительно хорошие специалисты, которые могут оказать весь комплекс услуг. Более того, специалисты, у которых есть большой бэкграунд, которые уже знают, да, там, что нельзя там упоминать в офферах определенную цифру в Азии, потому что не принесет она им денег. Окей, то есть маленьким командам, скорее всего, нужен паблишер в любом случае. Да, конечно. С любой игрой. Окей, спасибо. Добрый день. Я хотел уточнить, насколько вообще безопасно взаимодействовать с каким-либо издателем? Я даже не про Zorro Games. Может ли проект быть украден? Как его можно защитить? Бывают ли такие случаи вообще? Ну, то есть обусловленные... Хороший вопрос. Особенно, например, если вы работаете с китайским рынком, потому что очень многие, наверное, знают специфику работы с китайцами, а уж тем более с китайскими, там, да, какими-то паблишерами и так далее. А здесь, ну, собственно, работайте с хорошими студиями, честными, да. Это первое. Второе. Не просто так заключается договор, подписывается NDA, да, и продолжается работа. Каждый разработчик выбирает здесь скорее того паблишера, того издателя, который им ближе. Ну, и, соответственно, того, кто будет помогать им зарабатывать. Потому что любой разработчик сначала делает игру, а потом понимает, что он сделал игру, но он не может смотреть на эту игру, как на продукт. И именно издатель помогает сделать из игры продукт. Спасибо. Возможно, такой нестандартный вопрос. Ну, если разработчикам стоит обращаться к издателям, как бы для того, чтобы издаться, то откуда, собственно, берутся издатели тогда? То есть они тоже должны будут научиться? Они вырастают также из разработчиков. Например, наша компания, да, на рынке более трех лет, и есть такие же другие компании, которые там в такое же время существуют, но при этом при всем у нас были очень крутые специалисты, очень крутой бэкграунд. Мы сами также являемся разработчиком, поэтому у нас экспертиза выше. Не бывает просто паблишеров, да, если они есть, например, и которые потом открывают свою разработку, как правило, их паблишинг ниже на уровень, чем те, у кого есть полный цикл разработки, которые понимают, весь пайплайн работает. Большое спасибо за доклад. Мой вопрос такой. Как бы вы определяли недобросовестного паблишера? Наверное, недобросовестный паблишер – это тот, кто берет вас в рабство и подписывает с вами документы автоматически. Есть такие паблишеры на рынке? Имеется в виду, он недобросовестно выполняет свою работу. А, если недобросовестно выполняет свою работу, ну, наверное… Как это определить со стороны? Как это определить со стороны, но если ваш проект не зарабатывает, то он плохой паблишер. Это точно не проект плохой? Ну, слушай, проект имеет разные показатели. И хороший разработчик, хороший паблишер тебе сразу скажет, потенциально интересен этот проект аудитории или нет. Именно поэтому я еще раз подчеркну, что все-таки издатель смотрит не только на игру, но и как потенциально на продукт, на проект, на любую там активность и игру. Понятно. Спасибо. Мой вопрос такой. На каком этапе вы бы все-таки посоветовали разработчику искать издателя? Потому что если игра уже готова, то, наверное, издатель мог бы предложить ее переделать в корне. Это отличный вопрос. Есть та грань, где вы должны понимать, что если вы интегрируете все и сделаете готовую игру, вам потом будет сложнее ее полностью переделать? Наверное, это как раз не альфа, а ближе к бете. Ну, то есть, когда у вас интегрирована основная мета, когда есть арт, когда есть что тестировать, вы понимаете, что если это медкорд, вам надо протестировать сеттинг. И у вас там контент, например, на 5 часов, и этого достаточно. Если это какая-то другая пазл-гейм, как я говорила, где уже более длительные метрики, там ретеншн уже больше играет роль, здесь вам надо больше уровней сделать. Но там, собственно, с артом попроще, чем, например, в медкор. Тот же медкор мы создаем, как правило, это 9 месяцев плюс разработки. Очень обидно, когда ты сделал 9 месяцев игру, а потом оказалось, что она ушла в стол, и там просто сеттинг не заходящий. Соответственно, я бы рекомендовала, если это медкор, тестировать его уже на бете, на том моменте, когда у вас есть арт, когда есть какая-то основная мета. Если это гиперкэш продукты, то прототип с артом. То есть этого будет достаточно. Такого билда. Хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. Есть ли такой вариант работы с издателем, что вот можно к нему прийти и сказать, окей, у меня есть куча денег, и даже есть какая-то команда, но мы не знаем, какую игру мы могли бы разработать. Может ли нам посоветовать или кинуть какую-то идею, и мы вместе ее сделаем? Ты имеешь в виду разработчик? Обычно разработчики имеют много идей и концептов и приходят к издателю. Но если разработчики до этого уже делали хорошие, успешные проекты, это действительно талантливая команда, бывает такое, что издатель сам находит эту команду и говорит, ребят, как бы вы клевые, давайте вы сделаете под нас проект. Они здесь как бы либо соглашаются по условиям, либо нет. Я больше имела в виду, что есть какая-то компания, которая еще не разрабатывала игры, но она очень хочет, и она обращается к издателю игр, чтобы вместе придумать какой-то общий. Если есть у команды так или иначе какой-то бэкграунд в создании приложений, да, здесь как бы издатель всегда поможет и направит. Тут вопрос, чтобы были сильные художники, можно даже назначить там со своей стороны геймдизайнера, продюсера, но в целом, да, зависит от бэкграунда команды. К вам можно с таким прийти? Приходите. Спасибо. И со всем поможем, рассмотрим. Вот на моей небольшой практике, когда я работаю с издателем, если издатель тестирует какие-то метрики, даже не то, чтобы на готовой игре, а, допустим, на промо, он говорит, ну, хорошие результаты, ну, средние, ну, примерно такая аудитория, но никогда не называет цифр. То есть есть ли этому какая-то причина, или это просто мне так повезло? Ну, просто тебе так повезло. На самом деле, если там игра не заходит, да, издатель всегда скажет, там, сеттинг не подходит, давайте менять сеттинг. Ну, то есть дает обратную связь, что можно улучшить. Либо действительно скажет, ребят, этот продукт, ну, вот не получится запустить. Ну, то есть, да, здесь все-таки идет честный диалог с разработчиком, потому что зачем издателю запускать тот же продукт или вкладываться, да, вспомним тот же юзер-эквизишн, в который, опять же, вкладывается издатель, инвестирует в свои какие-то, да, силы. Соответственно, зачем там разработчику, да, врать и себе врать? В этом нет смысла. Мы все здесь работаем совместно. Добрый день. Спасибо за доклад. Хотела бы узнать, а есть ли у разработчика право голоса насчет того, как будет продвигаться ваша игра? Конечно. То есть, например, я разработчик, и я могу вам сказать, то есть я не хочу использовать мемы в рекламе моей игры, и вы даете, то есть, в этом плане свободу. Да. Здесь мы полностью прислушиваемся к разработчику, но если мы видим, что наша точка зрения, к примеру, там, да, очень важна, и мы видим, что действительно креатив заходит и дает большой прирост, и вы сами начнете вдруг на этом зарабатывать, вы начнете клепать мемы вместе с нами. Но вопрос в том, что мы, как разработчик и как издатель, прекрасно понимаем, опять же, правильную целевую аудиторию, и если мы видим, что мемы не заходят, и это не для этой целевой аудитории, мы их и не будем предлагать к тестированию. Это, знаете, тоже прекрасный кейс, когда недавно совершенно был фестиваль в Украине, Games Gathering, и один разработчик рассказал мне кейс о том, как один из крупных издателей тестировал их игру, внимание, на Россию, но при этом на английском языке. Ну, как бы, понятно, почему метрики были плохие. Ну, то есть здесь тоже такие вещи, казалось бы, мелочь, а вроде и локализации, и гео, и вот все это должно работать с энергией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!